Всем привет, дамы и господа! Добрейший денечек, с вами Криптофтеф. Сегодня мы разберем майнинг криптовалют, что майнят американцы сейчас, ну и насколько прибыльный майнинг и насколько сложность майнинга выросла, начиная даже с 2016 года мы разберем майнинг биткоина, как росла сложность и насколько сейчас сложно майнить сам биткоин. Что касается рынка криптовалют, вот практически в прошлых видеороликах я отмечал, что у нас новый тренд, то что практически было бы неплохо, если бы биткоин показывал падение, а альткоины к доллару стояли на месте и росли к биткоину. И, соответственно, это мы сейчас и видим, что альткоины очень даже неплохо себя показывают, но на данный момент времени я считаю, что это все-таки отскок. Потому что если мы будем смотреть на график, да, действительно тут уже XRP притирается и также это видно с другими криптовалютами и тут вот очень хороший за последнее время и даже мощный отскок мы видим на графике в CoinMarketCap. Но, однако, я считаю, что это пока что отскок, потому что биткоин доминанс все еще высокий, это 67,5% и, соответственно, самый высокий биткоин доминанс за последнее время был это почти 70%, поэтому откат на 2,5% еще ни о чем, к сожалению, не говорит. Поэтому говорить, что сейчас сезон альткоинов, это отчасти неправда, возможно, сезон альткоинов к биткоину в какой-то степени, но, опять-таки, еще рано об этом говорить. Что касается, значит, самого биткоина, если мы рассмотрим график, то мы здесь увидим, что действительно коррекция состоялась у нас в рамках локального восходящего движения. Мы увидели коррекцию в около 13% и, соответственно, пока что это не критически и пока что у нас, как ни крути, биткоин гуляет в боковике. Боковик это у нас, собственно, ценовой диапазон, это 12300, 12200 и 9100 долларов. Это зона поддержки, от которой уже нужно отталкиваться, если биткоин туда сходит. И, опять-таки, что нужно заметить, есть примечательного на графике, то, что сейчас, на данный момент, на дневке биткоин торгуется под, значит, 50-м мувингом. Некоторые альткоины, которые вы увидите сейчас на графике, тоже торгуются под 50-м мувингом и ходят в боковике. Однако у них выступает за поддержку 200-й мувинг и практически ниже его они не ходят. Ну, за исключением такой криптовалюты, как XRP, ну, или монеты, как XRP, потому что некоторые, конечно, сторонятся называть XRP криптовалютой. Но, тем не менее, давайте отбросим предрассудки, пришли сюда зарабатывать, значит, соответственно, нам будет на руку инструмент, который даже если криптовалютой, как таковой, не является. Хотя, ну, на самом деле, XRP дал очень хорошую прибыль своим инвесторам, которые начинали в него делать инвестиции даже там в 16-м, 15-м годах. Поэтому нужно отдать должное, что монета, конечно, пока что заслуживает нахождения в топе, потому что 100 миллиардов капитализации было только у биткоина, эфириума и XRP. А это максимум на сегодняшний день. Что касается, значит, того, что майнят американцы, здесь показаны у нас ASIC-майнеры, да, и, соответственно, также установлены видеокарты. Здесь человек показывает, как происходит майнинг, как это все дело у него стоит, да, много ASIC-майнеров, соответственно, помещение, видимо, или арендовано, или куплено. Думаю, это особо не важно, но майнинг идет на всю катушку. То есть, вот практически почти или часть, или большая часть его майнинг оборудования показана на экране, помимо ASIC-ов, которые находятся вот здесь на полке сбоку. Что можно сказать? То, что здесь человек отмечает, что он майнит биткоин, биткоин-голд и Zcash. Об этом он также говорит в видеоролике. И я посмотрел действительно на американском ютубе, на западном, там можно видеть, что зачастую, значит, люди майнят лайткоин, биткоин, биткоин-голд, редко кто вообще майнит. И, соответственно, такая крипта, это тоже Zcash имеет место быть. Если мы посмотрим из топа, что, в принципе, тоже майнят, я предполагаю, что могут тоже майнить биткоин-гэш. Биткоины свои, я думаю, люди вообще слабо майнят. Ну, и, соответственно, вот такие топовые криптовалюты. Ну, еще эфириум. Кстати, у эфириума упала, значит, сложность. Если мы зайдем сюда, на график BitInfoCharts, то мы увидим, что, значит, майнинг биткоина сейчас достиг абсолютного пика. И майнить биткоин очень сложно. То есть, это еще не халвинг, нужно также отмечить, когда, значит, награда за блок урезается в два раза. Также мы видим, что майнинг биткоина стал сверхактуален в 2017 году. И, начиная с января, сложность биткоина неуклонно росла. А после, значит, в 2018 году октября, немного мы получили коррекцию по майнингу до декабря. И дальше, опять-таки, сложность начала возрастать. Если мы посмотрим на график эфириума, то здесь сложность на данный момент временно упала. И сложность майнинга, можно сказать, в какой-то степени рентабельна. Что касается биткоин кэш, если мы, значит, посмотрим, что у нас с биткоин кэш, то биткоин кэш, у него сложность майнинга на данный момент, она тоже упала. И подобная тенденция, хоть и американцы особо не майнят биткоин кэш, вот подобная тенденция есть также у биткоин голд. У биткоин голд сложность майнинга упала, значит, в 2018 году. И случилось это 30 июня. То есть здесь, видимо, кто-то крупный просто взял и отключился. И сейчас сложность майнинга в разы, значит, ниже. Также нужно отметить, что есть такая криптовалюта Zcash, которую, естественно, майнит наш, значит, гость из запада. И, естественно, здесь майнинг Zcash только рос. И, опять-таки, неуклонно расти он начал с 2017 года. То есть этот график Zcash, биткоин и даже лайткоин тоже есть здесь. То есть они неуклонно, то есть схожи и имеют сходство. То есть везде сложность майнинга повышалась. Кстати, здесь немного сложность майнинга по лайткоину чуть-чуть снизилась. Но, тем не менее, тенденция остается восходящая. И если мы будем смотреть, что сейчас майнить, я считаю, то, что сложно. Хотя, на самом деле, когда рынок находится во флете, именно тогда и нужно майнить. Или нужно майнить тогда, когда никто не майнит. Но другое дело то, что если вы будете майнить биткоин голд, вот наш друг из запада это делает, где этот биткоин голд. На самом деле я биткоин голд вообще ни разу не трейдил, не покупал. Вот он. Соответственно, если вы будете майнить биткоин голд, то здесь, опять-таки, есть подводные камни в том, что, во-первых, эта криптовалюта далеко не в топе. Во-вторых, то, что сама криптовалюта, в ней нужно разобраться, какая там вообще цель того, чтобы, в принципе, быть ей будущим в топе. Какая у нее вообще идеология. В чем ее личный прикол, да? Потому что форк форка, это все заканчивается очень плачевно. Смотрите, то есть биткоин кэш, когда выходил, это форк биткоина, да? Первый потом вышел биткоин СВ. Мы видим, что, безусловно, к биткоину биткоин кэш упал и сейчас находится на дне, да? А, нет, еще сейчас, кстати, не находится на дне. Еще сейчас не находится на дне, но, тем не менее, около того. И, конечно, если вы размениваете свои биткоины на биткоин кэш или другие альткоины, то это заканчивается, как график глобальный показывает, не очень хорошо. Соответственно, можно сказать, что либо можно купить криптовалюту и держать, да? Например, если покупаете биткоин кэш по 100 долларов, он стоил 100 долларов, то, соответственно, держите и торгуете QSD, и, соответственно, у вас 3 икса, то есть практически биткоин кэш доходил до 4, там, 4 сотни долларов, да? Даже выше он доходил, если мне не изменяют, да? Даже выше почти 500 долларов он стоил. Или, соответственно, берете ASIC-майнеры и пытаетесь майнить. Но, на самом деле, я считаю, что так или иначе монеты, которые майнятся, они рентабельны за счет того, что имеют ограниченную эмиссию. Также нужно отметить, что вот 8 месяцев назад, это вот в конце 2018 года, Андре Сантонополос, биткоин-евангелист из Запада, он заявил, что биткоин вряд ли попадет в спираль смерти. Речь пошла о майнинге. Что такое спираль смерти? То, что в сети биткоина майнеры выполняют блоки транзакциями примерно каждые 10 минут после добычи 2016 блоков, что должно занимать около 2 недель в сети, происходит автоматический перерасчет сложности майнинга биткоина, чтобы скорректировать разницу во времени добычи блоков. При падении хешрейта блоки генерируются дальше. Этот перерасчет производится на одном и том же блоке. Каждая нода и влияет на сложность следующего блока в сети. Вот, в принципе, и как. Как здесь вычислялась сложность майнинга. Как она теперь и вычисляется. Теперь, я думаю, у вас есть понимание. И также здесь отмечена очень важная значит речь и тезис это то, что вряд ли случится спираль смерти, потому что майнеры настроены на долгосрочную перспективу. То есть, вряд ли биткоин умрет, если все майнеры отключатся. Его так или иначе будут майнить. Это значит, что они уже инвестировали в оборудование и обычно покупают электричество по долгосрочным тарифным планам. Таким образом, если им нужно будет подождать, пока майник снова станет прибыльным, так как еще у них есть 3 месяца и у них установлено соответствующее оборудование, то они не будут его отключать и будут, конечно же, ждать. Поэтому нужно отметить, что когда рынок флайтит или находится на низких значениях, что мы видим сейчас с альткоинами, то майнить криптовалюту рентабельно, а если вы боитесь, то это будет делать кто-то другой, забирать монеты и в долгосрочной перспективе обязательно выиграет. Другое дело, что сейчас, конечно, толпу настраивает на то, что альткоины это вообще мусор, отбросы и так далее, там подобное. Но, к сожалению, я бы тоже хотел это верить, но я не вижу цену за эфириум 80 долларов. Это минимальная цена за последнее время. Я не вижу лайткоин по 24 доллара. Это также минимальная цена за последнее время. И я не вижу биткоин кэш по 100 долларов. Это минимальная цена за последнее время. Поэтому, если мы говорим о том, альта выросла или нет, по факту она выросла. Куда и не уходи, и как не крути, это действительно так. И, к сожалению, здесь мы видим, что вроде как и альта стагнирует, но она больше стагнирует и падает огромными значениями для тех людей, которые вошли в рынок криптовалют поздно. Значит, либо это все-таки было лето, когда тот же нео стоил 20 долларов почти, либо все-таки люди просто очень легко поддаются панике. Но, так или иначе, биткоин доминации еще, значит, у нас имеют пиковые значения. И, как ни крути, сейчас что-то все-таки походит на отскок, нежели на уже ту-замун к биткоину. Очень бы хотелось в это верить, но, к сожалению, сейчас это не так. У вас был Криптовалют, всем пока и до встречи.